Всем привет, меня зовут Доминик, и если можно так выразиться, у меня на канале будет эксклюзив, потому что в ближайшие несколько дней на стиме появилась возможность бесплатно скачать Company of Heroes 2, пока еще она на стадии бета-тестирования, и поиграть, чтобы создать какое-то свое впечатление. При этом игрушку можно предзаказать, стоит она порядка 60 долларов, но я думаю, это будет какой-то там предзаказ со всякими вкусностями, но когда игра выйдет в официальную продажу, я думаю, цена будет значительно ниже, около 20-30 долларов по советским странам. События игры развиваются на Восточном фронте, где проходили самые масштабные и самые жестокие бои, наверное, в истории человечества погибли десятки миллионов человек, и я думаю, ни для кого не секрет, что в нашей истории этот период назывался Великой Отечественной войной. Исходя из этого, мы не увидим бравых британских или американских солдат, которые освобождают Москву или штурмуют Берлин, а мы увидим реально в действии две самых мощных армии того времени, это армия СССР и Германии. Игру разрабатывала студия Relic Entertainment, и по наличию цифры 2 мы можем понять, что это сиквел обычной Company of Heroes. В бетке, к сожалению, нет возможности поиграть в компанию, но может быть это и не такое большое упущение, потому что, на мой взгляд, все самые большие вкусности содержатся именно в мультиплеере. И как раз я попытаюсь рассказать о потрясающей реализации некоторых фич и разнообразии стратегических и тактических действий, которые вы можете применить на карте. Первое, о чем хотелось бы рассказать, это, наверное, влияние погоды на поведение ваших юнитов. Так как на большинстве карт нам предстоят зимние сражения, и мы столкнемся с такой настоящей русской зимой, когда температура опускается на минус 30-40 градусов по Цельсию, и, естественно, человек в таких условиях, он себя не очень комфортно чувствует. И ваши солдаты, к примеру, оставшиеся на открытой местности, они могут тупо замерзнуть от холода. И для того, чтобы этого не случилось, вам надо будет либо разжигать костер, либо искать какое-нибудь ближайшее укрытие. И реализация данной фичи ставит перед игроком новые задачи, то есть теперь недостаточно наклепать юнитов и отправить их в определенный участок карты. Если вы не подрассчитали погодные условия, то ваш отряд рискует просто-напросто сгинуть бесцельно, даже не дойдя до определенной точки. К сожалению, я не в курсе, будут ли реализованы остальные погодные условия, там, к примеру, дождь, туман или смена дня-ночи, потому что в бетке пока я с этим не столкнулся. Но то, что я вижу, это действительно круто. Теперь погоду можно, как основной стратегический элемент, использовать либо в оборонительных действиях, либо в наступательных. Второе, о чем хотелось бы рассказать, это грамотное использование укрытия. Отныне, если ваши солдаты или ваши противники заняли какую-то оборонительную точку, и они скрыты, к примеру, за стеной или за зданием, их не видно, то до того момента, как они не откроют огонь, их, естественно, и не будет видно. Это, кажется, мелочь, но эта мелочь не была реализована в других играх. Во всяком случае, я с этим не сталкивался, потому что обычно, когда ходили, к примеру, ваши солдаты в какой-то определенный сектор, то они как бы рентгеном просвечивали все то, что находилось за зданиями. Теперь такого нету. Теперь все более-менее реалистично. И если продолжать тему реалистичности, то тут как раз-таки третья фишка этой игры возникает. Наконец-то, к примеру, тот же танк, простой пехотинец с обычной винтовкой, он не может убить или просто даже повредить, потому что это невозможно. Наконец-то, к примеру, для того, чтобы разрушить дом, надо его действительно взорвать, надо притянуть пушку или использовать динамит. А если вы просто стреляете в этот дом там или в тот же танк, который я упомянул, то это просто бессмысленная трата патронов. Так что теперь появление даже среднего танка вызывает дрожь, если у вас при этом нету ни гранат, ни минометов, ни каких-то пушек. И этот танк, как бы вы ни крутили, сколько бы пехоты на него не отправляли, он выйдет целым и невредимым. То же самое с остальными оборонительными постройками. Невозможно взять дот просто в лоб. Для этого нужно либо использовать какой-то тяжелый танк, либо задействовать артиллерию, либо как-то обойти его с фланга, для того, чтобы туда вовнутрь забросить несколько гранат, потому что так просто оттуда солдат, ну, не выкурить. Есть, конечно же, огнеметы, которые можно устанавливать, к примеру, на легкие БТРы и пожигать какие-то укрытия, они будут потихоньку догорать вместе с теми солдатами, которые там засели. Если касаемо разрушений, то в игрушке можно разрушать абсолютно все, начиная от каких-то зданий, там, промышленных построек и заканчивая какими-то природными препятствиями. К примеру, если противник вас атакует зимой, и для этого ему надо пересечь реку, то не обязательно стрелять именно в самого противника, а достаточно сделать несколько выстрелов именно в лед, который под ним, и, соответственно, пехоты или танки провалятся в леденяющую воду. И это реализовано действительно очень-очень круто. Также в игре реализована отличная возможность использовать трофейную технику. Если вы, к примеру, повредили вражеский танк, убили экипаж, но при этом танк, он не разорван в клочья, соответственно, ваши инженеры его могут починить, и вы можете вражеский танк использовать уже в своих каких-то целях. То же самое можно делать и с оружием, подбирать какие-то вражеские огнеметы, винтовки, минометы и так далее. Самое забавное в этой игре, это то, что геймплей здесь настолько банален, насколько он может быть. Кроме захвата и удержания точек, вам больше ничего не надо будет делать. Но благодаря вот этим вот фишкам, о которых я рассказал, и которые где-то даже не затронул, здесь играть, ну, просто дико интересно. Графика в игре тоже потрясающая. У меня, к сожалению, не такой мощный ноутбук, чтобы вытянуть игру на максимальных настройках. Но поверите, выглядит она просто потрясающе. Также потрясающе выполнен звук. И теперь, если выстреливает там танк или пушка, это действительно такой бух! Там, сотрясание чуть ли не земли. А вот касаемо озвучки и всяких вот таких вот разговоров, на самом деле тут спорно. Потому что, ну, нету такой особенности. Где-то, да, по методу противостояния, когда солдаты там стоят, они могут какие-то истории рассказывать. Но в целом, озвучка могла бы быть и получше. Но, как в любой другой игре, в Company of Heroes есть и свои минусы. Я нашел их несколько штук. Первый из них это то, что искусственный интеллект здесь немножко туповат. К примеру, такая ситуация. Из точки А в точку Б вы перебрасываете пехотную группу. Если по пути она столкнется с вражеским отрядом, и, к примеру, вы не дадите приказ, чтобы ваши бойцы укрылись, то они будут тупо продолжать бежать вперед, погибая под градом пуль. Так что, учитывайте этот факт, если воюете на несколько фронтов. За вашими солдатами нужен глаз да глаз. Потому что без приказов они превращаются в каких-то таких тупых марионеток. Ну, хотя оборону они, в принципе, вполне могут держать. Ну и второй минус. Он довольно забавный. Я его называю появление Чака Норриса. Потому что бывает такая ситуация, когда вы уничтожили там вражеский отряд почти полностью, но из них остается один человек. И в него стреляют абсолютно все. Со всех сторон там пушки, пулеметы, танки. И при этом он как-то уворачивается от этих пультов, делает кренделя. И определенное количество времени, довольно большое количество времени, он остается жив. Ну, это просто вызывает, ну, дикий лол на самом деле. В остальном игра просто потрясающая. И любителям стратегии она просто must have. Так что я сам жду ее релиза. Надеюсь, вам понравился обзор. Было интересно. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем счастливо, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok